Малые Карелы Мы расскажем вам про жизнь и культуру по Онежье, западных районов Архангельской области, о поморах, проживавших в бассейне реки Мезения. Сегодня наша экскурсия будет проходить по Двинскому сектору, одному из самых больших музеев. Музыка Здесь представлены памятники, вывезенные из южных районов Подвинья. Эта обширная территория включает в себя бассейн самой крупной на русском севере реки Северной Двины и ее притоков, которые расположены на территории современных Холмогорского, Ленского, Красноборского и Верхнепоимского районов. Северная Двина играла очень важную роль в освоении русского севера, выходцами из Великого Новгорода и Ростово-Суздальских земель. Позднее стала главной торговой магистралью, связавшей Архангельский север с центральными русскими территориями. В отличие от Мизини, где не земля, а вода давала заработок и обеспечение, развиты были зверобойные рыболовные промыслы. В среднем и южном течении Северной Двины одними из основных занятий были земледелие и животноводство. И если покровитель рыбаков, моряков Николай Чудотворец, то покровителем земледельцев с давних пор на Руси считался Святой Георгий. Мы стоим с вами у церкви, возведенной во имя Святого Георгия. Это самый высокий памятник музея. Его высота составляет 36 метров. Выстроена церковь в 1672 году старинным способом, восьмеряком от земли. Восьмигранный сруб образует стены этой величественной постройки. В старину плотники, возводя храмы, отдавали предпочтение этой форме сруба, так как площадь, вместимость восьмеряка в 4-5 раз больше, чем у четверяка, при использовании одинаковой длины бревен. И в плане восьмерик напоминает круг, символ вечной жизни в христианстве. Окружает храм крытая галерея, установленная на консолях. Выпуск как бревен нижней части основного сруба. Создается впечатление, что галерея парит в воздухе, из-за чего такие конструкции получили название «Висячие галереи». С двух сторон к восьмерику примыкают четырёхгранные прирубы. В восточном расположен алтарь, в западном – притвор. Алтарь, притвор и крыльцо венчают келевидные бочки, фигурные изогнутые двускатные кровли. Покрытые лемехом, они не только придают изящество всей церкви, но и имеют практическое преимущество перед простой двускатной кровлей. На них не задерживается снег. А восьмерик, кверху поднимаясь, расширяется, образуя повалы, крытые полицами, которые отводят подальше от деревянных стен сруба воду. Повалы рублены вреж, редко, с промежутками в целях вентиляции. Такие храмы были неотапливаемы летними холодными церквями. На восьмерике покоится мощный шатёр с главкой на шейке, покрытый сосновым горочатым лемехом, деревянными плашками с фигурным краем. Игра света и тени на которых делает эту постройку особенно нарядной. На главке установлен традиционный восьмиконечный крест. Устремлённый в небо шатёр напоминал верующим о горнем и о Боге. Он был виден издалека и служил прекрасным ориентиром путешественникам по суше и воде. После проведения церковной реформы в 50-х годах XVII века подобные шатровые храмы, как Георгиевская церковь, стали считаться старообрядческими. Позднее были переосвещены в новой вере. А наш путь лежит к дому старообрядцев. Обратите внимание на расстановку домов в Двинском секторе. Если в Поморье, Мизенье или Шуконье дома чаще ставились вдоль берега глазом на воду, то для деревень Подвинья наиболее типична уличная планировка, когда дома передними фасадами обращены на широкую улицу. Перед нами дом Двор Русиновых, один из самых интересных по декоративному убранству музея. Окна дома украшают древний вид оконных наличников – очелья. Обратите внимание, узор сквозной резьбы разный. Мастер следовал принципу «творить не повторяясь». Жилая часть дома асимметричны пяти стенок без подклета. Сзади примыкает двухэтажный хозяйственный двор. Жилье и двор имеют разные крыши, увенчанные охлопнями, скульптурно обработанными в виде конских голов. Жилая часть дома разделена на два неравных по величине помещения. В большем располагается изба с печкой по белому, а за перерубом узкая комната. Старожилы вспоминали, что в доме проживали две сестры-староверки, и там у них была устроена старообрядческая молельня. Попасть в молельню можно через зимнюю избу, встроенную в боковой фасад дома. В результате религиозных реформ середины XVII века русская православная церковь раскололась на две части. Те, кто не признал церковных нововведений, стали называть раскольниками, старообрядцами. На них устраивались гонения. И ревнители старой веры были вынуждены уходить в отдаленные, труднодоступные места, вести скрытый образ жизни, устраивать свои молельни тайно. В доме Русиновых восстановлен интерьер такой старообрядческой молельни. Кроме религиозных гений, молельник занимались перепиской книг, так как староверы не признавали книг никоновского исправления. Иконы почитали старые живописи, осеняли себя по старинке двуперстным знамением, новое троеперстное называли щепочью. Молельня была и своеобразной школой. Здесь учились пению, грамоте. И именно в среде старообрядцев в былые времена встречалось более всего грамотных людей. В старообрядческой среде было много запретов. И не только церковного характера, но и бытовых ограничений. Они пользовались в основном самодельной посудой, длиняной, деревянной. Каждый ел из своей чашки. Одежду носили домотканую темных тонов. Не признавались старообрядцы и привозных продуктов. Картофель, сахар, называя их бесовскими. Вместо чая и кофе пили отвары трав, чабреца, душицы, мяты. Курение и спиртные напитки были под строжайшим запретом. Деревенские жители ценили честность, опрятность, хозяйственность в старообрядческих семьях. Нередко шли к келейникам за советом. Узнать, как делать по-божьему. Известно, что богатые крестьяне отдавали своих детей в обучение староверам. В конце XIX века богатые крестьяне активно подражали быту горожан, что нашло отражение в архитектуре домов и в их внутреннем убранстве. Перед нами дом Тропина, зажиточного двинского крестьянина. Дом двухэтажный, или, как раньше говорили, двужильный. Первый этаж – изба двойня, состоящая из двух срубов, плотно прижатых друг к другу. В первом располагается зимняя изба с топкой по белому, а во втором – трактир. Второй этаж пропорционально шести стенок с заулком образует амфиладу из трех комнат – гостиной, спальней и кабинета. Их отопление было устроено на городской манер и имело колориферную систему, когда горячий воздух из печей первого этажа поднимался под дымоходом и нагревал печки-голландки второго этажа. Наличники не украшены резьбой и своим видом напоминают окна городских каменных домов. Крыша имеет особую форму, ее скаты выгнуты. Это сделано для того, чтобы кровля не проломилась под огромной массой снега, скопившейся за зиму. Поддерживают кровлю на городской манер консоли. В то же время дом украшает архаичный скульптурный конек о двух головах. Музейная экспозиция дома отражает уклад жизни богатого двенского крестьянина, владельца лавки и трактира в конце XIX века, куда мы сейчас с вами отправимся. Для местных жителей трактир был своеобразным деревенским клубом, куда крестьяне приходили в свободное время поделиться новостями, обсудить наиболее важные дела. Подобные деревенские трактиры служили одновременно и торговыми лавками, где можно было приобрести мелкий товар – баранки, чай, сахар, дешевые сладости, в том числе и на вынос. Помещение по линии печи разгораживает стойка. На ней мы видим большой самовар. Былые времена всегда горячие в ожидании путников. За стойкой на полках размещаются посуда, весы, меры для спиртных напитков. Ведь если у трактирщика был патент на продажу спиртных напитков, ему выдавались казенные меры. Большая ведерная и более мелкие крючки, дабы не обманывал посетителей. Однако не стоит путать трактиры с кабаками, они не являлись пятийными заведениями. И само название трактир происходит от слова «тракт», что значит «большая проезжая дорога». В трактиры уставшие путники заходили передохнуть, подкрепиться с дальней дороги, прежде чем отправиться дальше. А вот на чем перевозили пассажиров, грузы, по дорогам и бездорожью, можно узнать на выставке «Сухопутные средства передвижения», куда я вас сейчас и приглашаю. Среди сухопутных средств передвижения можно выделить полозовые и колесные. К полозовым относятся сани. Они повсеместно использовались у восточных славян как зимний вид транспорта, а в бездорожных, заболоченных местах и как летний крестьянский хозяйственный транспорт. Кроме того, древний обычай требовал, чтобы покойников на кладбище даже в летнюю пору везли на санях. В зависимости от назначения сани делались разных размеров. Они отличались внешним видом и отделкой. Показателем достатка в крестьянской семье было наличие выездных саней. Выездные сани с высоким передком, облучком для кучера, пассажирским сидением с высокой спинкой, открытыми бортами назывались сани-пошивни. Своё название они получили от того, что внутри кузова обшивались лубом, кожей, а в конце XIX – начале XX века тонким листовым железом. Порой пошивни имели отводы, служившие опорой при наклонах и защищавшие сани от опрокидывания на поворотах. Сани-пошивни, украшенные резьбой, росписью, а порой и дорогими тканями, были гордостью хозяину. Изготовление выездных саней заказывали хорошему мастеру, в то время как простые пацанки мог изготовить практически каждый хозяин. Для ручной перевозки дров, воды, мелких грузов использовали чунки. Они легко проходят по глубокому снегу, поэтому охотники их использовали для перевозки снаряжения, припасов, добычи. Почти в каждом крестьянском хозяйстве имелись сани-розвольни, дровни для перевозки крупногабаритных грузов, строевого леса, сена. Проживавшие на северо-востоке Архангельской губернии русские позаимствовали у ненцев часть ненецкой культуры, в том числе и оленеводство. Вместе с оленеводством переняли конструкцию нарт, правда, немного их модернизировав. Весной, летом и осенью чаще всего использовали колесный транспорт. Более архаичная двухколесная повозка-двуколка удобна своими небольшими размерами, позволявшими маневрировать в небольших пространствах. Узкая дорога, гумно, хозяйственный двор. Она легко преодолевала плохие проселочные дороги, правда, имела и недостатки. Она была очень тряской, особенно на плохой дороге. Четырехколесные телеги были более вместительные и удобные для перевозки. Для катания в праздничные дни, для выезда в гости использовали тарантасы. Основу тарантаса составляют две оси, чаще всего металлические, с колесами по бокам. Сверху на упругих жердях крепился открытый кузов. Для изготовления и починки металлических деталей саней, тарантасов обращались к местным кузнецам. В большинстве деревень были небольшие кузницы, хозяева которых работали на нужной своей деревне и ближайшие округи. Занимаясь изготовлением и починкой сельскохозяйственного промыслового инвентаря, инструментов, печной утвари и многого другого необходимого в крестьянском хозяйстве. Кузница представляет собой четырехстенный сруб, крытый тесом. Перед входом сделан большой вынос кровли, опирающийся на два бревна. В стенах кузницы прорублены окна, некоторые из которых нужны не только для освещения, но и для вентиляции. Процесс изготовления кованых металлических изделий в старину был очень сложным и трудоемким. Вид изделия зависел от типа металла, который требовал определенной температуры нагрева. Нагрев металла происходил в горновом гнезде, в сердце кузнечной печи горна. Температура в горне регулировалась при помощи мехов, которые нагнетали и подавали воздух через сопла в горн. Металл, нагретый до определенной температуры, при помощи щипцов доставали из горна и переносили на наковальню, где при помощи молота и других кузнечных инструментов происходил процесс ковки. За печью в ящике хранится уголь. Вдоль задней стены расположены верстак для заготовок, стол для инструментов, сбоку от входа полка для приема и выдачи мелких изделий. Зачастую кузницы ставили за деревней. Делалось это не случайно. Постоянно пылавший в горне огонь мог стать причиной пожара. Однако такое изгнание отнюдь не означало неуважение. Многое в работе кузнеца казалось крестьянам таинственным. Железу с древности приписывалась охранительная сила. Например, жениху перед свадьбой в карман клали железные гвозди. Над дверями дома их слева прибивали подкову, что должно было защитить от злых духов. Хозяин кузницы не только мог выковать подкову, но и подковать ею лошадь, для чего использовали станок для ковки лошадей. А хозяин следующего дома, куда мы с вами направляемся, часто пользовался услугами кузнеца. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Хозяин этого дома Александр Васильевич Щеголец занимался емским извозом. Принимал на ночлег емщиков и до 1930-х годов в этом доме была емская станция. Построен же дом в 1826 году, о чем свидетельствует надпись на кронштейне. Жилая часть дома состоит из летней и зимней изб, разделенных сенями. Летняя изба на один венец выше. Окна летней избы большие, косящие, обрамленные косяками. У зимней избы наряду с красными, красивыми, сохранились архаичные волоковые окна. Самой яркой архитектурной деталью дома является одностолбное крыльцо, вынесенное на передний фасад. Вся конструкция опирается на массивный столб, украшенный витиеватой объемной резьбой в виде дынек и крученого жгута. У крыльца присутствуют все декоративные элементы кровли, полотенца, причелины, конек, которые вторят подобным украшением на самом доме. Это выразительное крыльцо напоминает нам одностолбные каменные крыльца боярских хоров, из-за чего в народе такие крыльца получили название боярских. Но такие конструкции имеют и недостаток, если подгнивал опорный столб, приходилось разбирать всю конструкцию. Другой архитектурной особенностью этого памятника является стяжка якорь, фиксирующая срубы, которые могли разойтись от перепада сезонных температур, хождение грунта. Выполнена стяжка из елового ствола с корневищами, кокорами. В музее усадьба Щеголевых одна из самых больших. В нее помимо дома двора входит ряд хозяйственных построек, амбар, ледник и баня. Одной из особенностей крестьянской усадьбы Русского Севера является наличие специальной постройки для мытья бани. Внутреннее устройство бани предельно простое. В меньшей части сруба находится предбанник в большем помещении для мытья. Там устроена печка каменка, топившаяся по черному. И дым во время топки выходил через специальное отверстие в потолке или через приоткрытую дверь. Воду для мытья нагревали, опуская в нее раскаленные камни. Ставились бани на окраине крестьянских усадеб. И не только из-за угрозы возникновения пожара. В представлении крестьян бани были местом нечистым. И именно бани были тем сакральным пространством, где осуществлялись обряды, связанные с переходом к наиболее важным этапам жизненного цикла – рождением, смертью, вступлением в брак. Еще одна хозяйственная постройка, входящая в усадьбу – ледник, предназначенный для хранения скоропортящихся продуктов – мяса, молока, рыбы. Ледник представляет собой сруб, врытый в землю, ранней весной заполняемый колотым льдом, утрамбованным снегом. Входом туда служит деревянный плотно закрывающийся люк. Защищает подземную часть от воздействия теплой погоды и осадков четырехстенный сруб, открытый тесом. Главная хозяйственная постройка крестьянской усадьбы – амбар. Амбары были зерновые для хранения зерна, рухлядные для имущества, промысловые для хранения промыслового инвентаря. Само слово «амбар» – тюркского происхождения. Первоначально оно обозначало торговое помещение, а позже – помещение для хранения имущества. До появления в русском языке слово «амбар» постройки для хранения зерна называли «житницами». Помимо зерновых амбаров, которые входили в личную собственность крестьян, в деревне мог быть большой зерновой амбар, принадлежавший в сельской общине. Он назывался «Магазея» или «Мангазея» – хлебозапасный амбар-хлебный магазин. В магазее хранилось зерно, вносимое всеми членами крестьянской общины. Перед вами амбар «Магазея», выстроенный крестьянами деревни Верхний Конец Ленского района. Он представляет собой пятистенный сруб, крытый четырехскатной тесовой кровлей. Входные двери устроены с двух сторон. Над ними размещены окна для проветривания помещения. Амбар двухэтажный. На обоих этажах вдоль боковых стен устроены сусеки для хранения зерна по шесть с каждой стороны. Основание сусеков – вертикальные столбы стойки. В пазы стоек вставляются доски, образующие стенки этих сусеков. Эти доски легко вставляются и вынимаются, за счет чего регулируется высота сусеков. В передней стенке каждого сусека устроен сток – отверстие с задвижкой для высыпания зерна. С давних пор хлеб составлял основу русской жизни. В суровых условиях севера ставку делали на холодностойке культуры. Рожь, ячмень повсеместно сеяли овес, на каши, кисели, корм лошадям. В теплые благоприятные годы в южных районах Подвинья собирали небольшой урожай пшеницы. Значительными были посевы технических культур – льна и конопли. Для увеличения земельных наделов крестьяне порой расчищали от леса дополнительные пахотные площади. Право на расчистку в большинстве случаев закреплялось за крестьянином на 40 лет. По истечению этого срока переходила в собственность крестьянской общины. Часто на расчистке или рядом с ней устанавливались различные владельческие знаки. Перед нами макет владельческого столба. На нем вырезан текст, из которого следует, что в 1900 году на месте установки столба крестьяниным Семеном Ивановичем Ларионовым был разработан земельный участок, который после смерти он завещает своему брату. Для помола муки в деревенском быту были широко распространены ветряные мельницы-столбовки. При общем принципе работы они отличаются основанием, на который был посажен мельничный амбар. Наиболее технически совершенна среди всех ветряных мельниц-столбовок мельница на раме. Здесь высота основания сведена до минимума, за счет чего увеличены размеры амбара с мельничным механизмом. Нижняя часть амбара базируется на скрепко связанных в раму продольных и поперечных слегах. Эта рама свободно лежит на аналогичной конструкции, укрепленной в земле. При повороте амбара вокруг столба оси верхняя рама скользит по нижней. Мельница отличается и усовершенствованной конструкцией амбара. Его нижняя часть рублена из брусьев, а второй этаж представляет собой каркас, обшитый тесом. За счет этой каркасной конструкции мельница становится намного легче. Внутри, помимо жерновов, установлены еще и толчья для обивки мекина из зерна перед помолом, для получения более качественных сортов муки. В настоящее время музей Малые Кареллы обладает самой большой в России коллекцией мельниц, характерных для северной деревни XIX века. Среди них одна водяная мельница, две ветряные шатровые мельницы и шесть мельниц-столбовок различных оснований. Дорога к каждому памятнику, а их более ста в коллекции музея, лежала через совместный труд научных сотрудников, архитекторов, реставраторов. Музей Малые Кареллы занимается возрождением и сохранением древних обычаев и обрядов. Здесь проводятся этнографические программы, фольклорные мастеровые праздники, фестивали. Интересные мероприятия, проводимые на территории музея, уникальные архитектурные памятники и живописная природа сделали музей одним из самых любимых мест отдыха архангелогородцев и гостей города. Малые Кареллы прекрасны в любое время года, и мы всегда рады видеть вас в музее. Малые Кареллы Малые Кареллы Малые Кареллы Малые Кареллы Малые Кареллы